Атомно-силовая микроскопия Имеем дело с километрами С метрами, сантиметрами и миллиметрами А микроскопия имеет дело с микрометрами И нанометрами И кто-то может не знать, сколько в одном метре нанометров Микрометрами или анокстрям Начнем мы с этого Микроскопия имеет в своей основе Два греческих корня, которые обозначают Маленькие, рассматриваю Мы рассматриваем маленькие объекты И вот на этом слайде Показана шкала, начиная от 1 мм И заканчивая 1,1 нм Это называется один ангстрем. У нас в одном миллиметре тысяча микрометров, а в одном микрометре тысяча нанометров. И в одном нанометре тысяча десять ангстрем. Тут показаны характерные размеры разных микроскопических объектов. И для сравнения приведем размер человеческого волоса. Его диаметр составляет одна десятая миллиметра. Своим глазом мы можем рассмотреть объекты размером до нескольких десятков микрометров. А все, что меньше, мы увидеть не можем. С помощью оптического микроскопа, это то, что мы все знаем из урока биологии школы, мы можем увидеть объекты размером до микрометра и чуть меньше. То есть это клетки, бактерии, жители воды, которые кажутся прозрачными. А с помощью электронной микроскопии, и с конечной зондовой микроскопией, это другие виды микроскопии, с которыми в школе мы не знакомимся, мы можем рассмотреть объекты в широком диапазоне масштабов вплоть до отдельных атомов. Существуют и другие виды микроскопии, но вот эти самые основные. Исторически первым микроскопом был оптический. Он появился в начале 17 века, и он открыл нам микромир. Здесь показан современный микроскоп и типичный вид листа растения, среза. То есть видны отдельные клетки. Прошло 300 лет, начинает развиваться квантовая механика. В 1923-1924 годах Луи Деброль выдвинул гипотезу, что электрон имеет волновые свойства, так же как и свет. Поэтому по аналогии с оптическим микроскопом ученые поняли, что можно электрон использовать для того, чтобы смотреть на маленькие объекты. А электрон можно разогнать до больших скоростей и сделать его длину волны очень маленькой. Соответственно, мы можем увидеть очень маленькие объекты. В 1932 году был изобретен первый просвечивающий электронный микроскоп. И вот сейчас с помощью этих микроскопов мы можем видеть отдельный атом. То есть вот это частица диоксида церия, и можно рассмотреть отдельные атомы. Через 50 лет практически после этого был изобретен первый сканирующий туннельный микроскоп. На самом деле все для его изобретения было готово в это время, когда был запретен электронный микроскоп. Но он в своей основе имеет другой принцип измерения. Поэтому из-за некоторой инертности мышления он был изобретен гораздо позже. И вот здесь для примера показана картинка поверхности пиролитического графита. И видна гексагональная решетка расположения атомов. То есть это тоже атомарное разрешение. И в 1985 году был изобретен атомно-силовой микроскоп, о котором пойдет речь. Он тоже, в принципе, может давать атомарное разрешение. Но здесь показана другая картинка. Это колония бактерий. И вот она имеет вообще трехмерное изображение. Вот эти два вида микроскопии, туннельные и атомно-силовые, они объединяются в один вид, который называется сканирующая зондовая микроскопия. Потому что сканирование происходит не фотонами, не электронами, как в других микроскопиях, а с помощью зонда. Это такая острая иголочка, которая движется по поверхности. Так же, как слепые люди тросточкой сканируют путь перед собой. И здесь два примера изображения с атомно-силового микроскопа. Слева у нас поверхность тонкой пленки цезий-плюмовый O3. Это такой пироскитный материал. И видно, что он состоит из отдельных зернышек. В общем, они двух видов, двух фаз. Например, стойка микрофона стальная, а сталь состоит из мелких кристалликов микроскопических. Если сделать срез, отшлифовать и посмотреть на микроскоп, мы увидим, что она не гладкая. Тоже такая рельефность, состоит из разных зерен. А справа у нас колония бактерий. Как следует из названия, атомно-силовой микроскоп измеряет силы между атомами. На самом деле, все микроскопии имеют в своем названии принцип работы. То есть оптический, в оптическом спектре, электронный с помощью электронов. И атомно-силовой силы между атомами. Всего у нас есть четыре фундаментальных взаимодействия. Это гравитационное, слабое, сильное, электромагнитное. Слабое и сильное действует на масштабах внутриатомного ядра. Соответственно, с помощью атомно-силовой микроскопа мы померить не можем. Это вотчина ядерной физики и физики высоких энергий. А вот гравитационно-электромагнитные действуют на зонд. Но при этом гравитационные намного порядков слабее, чем электромагнитные. Поэтому им мы можем пренебречь. То есть мы измеряем электромагнитное взаимодействие. А электромагнитное взаимодействие является источником межмолекулярного взаимодействия и определяет свойства материалов. Поэтому мы можем померить не только поверхность образца, посмотреть, как он выглядит, но мы можем померить различные свойства, такие как электрические, механические, магнитные и другие, с разрешением вплоть до нанометров. Вот здесь у нас для примера два образца. Слева это полимер ПВДФ. Вот его поверхность выглядит так, немножко неоднородно. Хотя вот глазом мы увидим, что он ровный, однородный белый материал. Но он состоит из нескольких фаз. И вот здесь мы видим карту распределения механических свойств. Это модуль Юнга. И вот она неоднородна. То есть у нас разные фазы этого материала. А справа у нас кремний, который покрыт графеном. То есть один слой атомов углерода. И в нем есть такой дефект повреждения. И вот здесь распределение поверхностного потенциала. То есть это электрические свойства материала. Мы видим, что электрические свойства кремния, который покрыт графеном, и чистого кремния, они различаются. Вот здесь показан пример атомарного разрешения, причем на металлических и на биологических объектах. То есть слева у нас молекула ДНК. И мы можем различить ее спиральную структуру и даже измерить шаг этой спирали. А справа у нас сплав свинца, олова и кремния. И вот тут показано атомарное разрешение. То есть это отдельные атомы на поверхности. А также мы можем различить какие-то элементы. То есть здесь у нас показано зеленым свинец, синим олово и красным кремнием. То есть вот какие атомы являются какими элементами. И теперь мы давайте разберемся, как все это можно получить. Вот у нас принципиальная схема атомно-силового микроскопа. Тут два основных элемента. Это зонд и сканер. Зонд это такая гибкая, обычно кремниевая балка, на конце которой находится острая иголка. И этот зонд движется по поверхности образца. Образец установлен обычно на пьезоэлектрический сканер. Но на самом деле сканер может крепиться либо к зонду, либо к образцу. Это не имеет значения. И при движении у нас эта балка немножко изгибается, когда встречает неровности. То есть выемки и впадины. Но эти отклонения могут быть нанометровых размеров. И чтобы их измерить, используется лазер. То есть лазер лучше падает на конец кантиливера зонда. И отражается фотодиод. Вот фотодиод у нас такой вид имеет. Он разделен на четыре части. И в фотодиоде измеряется ток от четырех частей. И разница этих токов является нашим сигналом, который мы измеряем. Все это откалибровано. То есть токи и напряжение перекалибровано в единицы длины. В нанометры, в микрометры. Поэтому мы можем точно измерить то, каким является рельеф поверхности. Все это управляется электронным блоком. То есть луч попадает в фотодиод. Когда мы задаем значение тока, который является той точкой, на которой мы удерживаем кантиливер вблизи поверхности. Если у нас зонд смещается вверх или вниз, когда он встречает неровность у нас, вот этот лазерный луч отклоняется. И электронная система подает команду на сканер таким образом, чтобы лазерный луч вернулся в предыдущее положение. То есть он подстраивает взаимное расположение зонда и образца таким образом, чтобы поддерживать вот этот сигнал постоянным. И вот эти сигналы, которые подает электронный блок, они являются нашим рельефом. Первым ключевым элементом является зонд. Вот так он выглядит, значит, то, что мы можем увидеть невооруженным глазом. То есть вот это вот губки пинцета, и в нем зажат кремниевый чип. На его конце расположена вот такая вот тоненькая балка. Вот она в электронный микроскоп. Она на самом деле довольно гибкая. И на конце у нее расположен острый зонд, иголочка. И вот это изображение этой иголочки в просвечивающий электронный микроскоп. В принципе, она, вот тут масштабная шкала, 50 амсрэм, это 5 нанометров. То есть вот даже видны отдельные атомы. На самом деле зонды бывают очень разные. Они имеют разную длину вот этой балки, разные механические свойства. Могут быть чисто кремниевыми, могут быть легированными, могут иметь разные функциональные покрытия, например, металлические. Имеют разную форму также для различных применений. Что как раз и позволяет нам измерять широкий спектр свойства, а не только посмотреть, как выглядит поверхность. А вторым ключевым элементом является пьезоэлектрический сканер, который позволяет нам перемещать зонтообразец на очень малое расстояние. Гораздо меньше 1 нанометра. Ни одним механическим устройством мы этого сделать не можем. А вот пьезоэлектрики мы на самом деле все знаем из обычных зажигалок. Не кремниевых, а когда мы нажимаем на кнопочку, формируется искра из-за того, что мы сдавливаем пьезоэлектрический кристалл. Это называется прямой пьезоэлектрический эффект. А обратный пьезоэлектрический эффект – это когда мы прикладываем к пьезоэлектрику напряжение, и он у нас либо в зависимости от знака напряжения, либо удлиняется, либо сжимается. И вот эти перемещения могут быть очень-очень маленькими. Поэтому мы можем контролировать положение зонда и броса с очень высокой степенью точности. Ну вот здесь типичные пьезотрубки фотографии, а вот эта вот схема, как оно изгибается все и перемещается. Схема сканирования выглядит вот таким вот образом. То есть у нас в аптеческом микроскопе мы сразу видим всю картинку. А в этот микроскоп мы… Тут другой принцип сканирования. То есть мы задаем область сканирования, например, 10 на 10 микрометров. И задаем нужное нам разрешение, например, 512 на 512 точек. И вот у нас эта область делится на 512 на 512 точек. И зон перемещается из одной точки в другую вдоль линии. Он проходит 512 точек, перемещается к следующей линии, и все это повторяется. И он проходит таким образом 512 линий. И на выходе у нас получается трехмерное изображение. Вот здесь будет анимация двух основных режимов сканирования. То есть у нас есть контактный режим сканирования, когда зонт прижимается к поверхности образца. Вот здесь вот. И, в общем, он движется вдоль образца, и, как я уже сказал, с помощью лазерного пятна измеряет профиль поверхности. Перемещаясь от линии к линии, он таким образом может реконструировать всю поверхность. А вторым способом является полуконтактный режим, когда у нас зонт вибрирует над поверхностью. То есть этот режим является более щадящим в целом, потому что в данном случае мы можем сканировать поверхность, не касаясь ее. Можем касаться, можем не касаться, я об этом дальше расскажу. В общем, выглядит это таким образом. А здесь у нас видеозапись, к сожалению, она здесь, внутри презентации не работает, поэтому я сейчас покажу. Так, как можно выйти с презентации, и там видеозапись открыта. Да, все, спасибо. Вот это запись работы микроскопа, растровый электронный микроскоп. Вот у нас образец спиралитического графита, а вот это вот зонт, который сканирует поверхность. На самом деле вот здесь он сканирует в полуконтактном режиме, то есть он вибрирует. Но амплитуда его вибраций настолько мала, что мы не можем ее различить. То есть он может вибрировать с амплитудой меньше 1 нанометра, либо там несколько нанометров. То, как мы зададим. Вот мы сейчас немножко посмотрим. Вот здесь видна масштабная линейка, насколько все это маленькое. То есть вот с помощью пьезоэлектрического сканера он подводится, отводится от поверхности с очень высокой точностью. И система детектирования, которая состоит из лазера и фотодиода, и электроники, она как раз может детектировать вот эти вот мельчайшие вибрации зонда, которые мы не можем видеть. Вот, например, виден вот этот вот кремниевый чип. Он нужен для того, чтобы закрепить на нем вот этот вот канцелевер, и чтобы мы могли установить его в микроскоп, когда мы берем его пинцетом. Потому что вот просто эту иголочку мы пинцетом не возьмем. Ну, все, я думаю, хватит для демонстрации. Вернемся к презентации. Ага, спасибо. И вот у нас получаются вот такие какие-то картинки после сканирования. Как я уже сказал, мы можем получить изображение не только поверхности, но и каких-то свойств. Например, если мы при сканировании включим зонт и образец в электрическую цепь, зонт у нас, например, покрыт каким-то металлическим покрытием для обеспечения электрической проводимости, и подадим напряжение, то мы сможем измерить электрический ток локально с очень большим разрешением. То есть вот мы измеряем параллельно поверхность, и в это же время мы измеряем ток. То есть вот схематически у нас показан образец, который проводит какой-то ток. В нем есть два включения, которые обладают большей электропроводностью. То есть мы в этих местах видим увеличение тока. И вот здесь пример такой поверхности. То есть ширина стороны 2 микрометра, то есть это очень маленькая величина. Вот это поверхность пироскитового материала для следующего поколения солнечных батарей. Лабораторный образец. То есть мы смотрим, насколько приготовленный материал хорошо работает. Значит, вот это вот зерна, а вот это вот распределение тока. То есть мы видим, что некоторые зерна проводят электрический ток, то есть они генерируют ток. А некоторые зерна не проводят, не генерируют. То есть зная, что происходит на поверхности, что у нас работает, что не работает, мы можем как-то подкорректировать технологии и увеличить эффективность изготовленных батарей. Здесь приведен пример пьезоэлектрической микроскопии. Значит, у нас есть материалы, сигнетоэлектрики, которые обладают спонтанной поляризацией. То есть в нем есть домены с разной величиной и направлением поляризации. И вот с помощью микроскопа мы можем увидеть эти домены. Хотя на поверхности мы их не увидим невооруженным глазом и просто в обычный микроскоп. А здесь, прикладывая переменное напряжение, у нас домены начинают вибрировать под действием напряжения. И амплитуда, фаза этих вибраций, величина, она указывает на то, какие у нас домены. И вот картинка. Это небо отлитие. Значит, вот так выглядит поверхность абсолютно ровная. Ну, просто в данном масштабе. И вот так выглядит фаза доменов. То есть на самом деле у нас здесь есть домены, которые по-разному реагируют на прикладываемое электрическое поле. Следующий пример это двухконтактный режим. То есть, давайте запустим и посмотрим. В первом проходе у нас записывается профиль поверхности в полуконтактном режиме. Затем, после того, как мы записали профиль поверхности, зонт поднимается на некоторую высоту над поверхностью. И теперь происходит работа в бесконтактном режиме. То есть зонт не касается образца. При этом там прикладывается напряжение определенным образом. И мы измеряем какие-то свойства поверхности. В данном случае мы измеряем поверхностный потенциал. То есть разницу... Ну, если это металлический, зонт и металлический образец, то это разница работ выхода электрона. И таким образом мы можем реконструировать локальные электронные свойства поверхности. Аналогичным образом работает магнитно-силовая микроскопия. То есть мы можем посмотреть магнитные домены, например, на жестком диске. И в результате у нас получается какая-то картинка. Вот, например, поверхность образца 5 перовскита и карта потенциала. То есть мы видим, что в этой области у нас понижение потенциала почему-то происходит. Происходит оно из-за того, что у нас на самом деле на поверхности есть наночистец золото. И в этом месте их концентрация больше. И они понижают поверхностный потенциал. Вот эти примеры, они неисчерпывающие. То есть на самом деле применений очень много, методик работы очень много. И на самом деле они появляются новые и новые. Но это такие характерные. Кроме того, мы можем модифицировать поверхность. То есть если у нас есть некий зонд, который может касаться поверхности, мы можем прикладывать напряжение, то мы можем вызывать локальные электрохимические реакции. Вот в данном случае, например, у нас зонд покрыт проводящим износостойким покрытием корбидов альфрама. Мы прикладываем напряжение между зондом и образцом и вызываем локальную реакцию. То есть мы можем что-то рисовать, либо формировать какие-то наноструктуры. То есть они могут быть полезными, а могут быть, скажем так, демонстрационными. Вот следующий пример. Это с помощью такого метода нарисовали картинку монолеза. Конечно, это практической пользы не несет, но это демонстрация возможностей технологии. То есть на самом деле можно делать что-то гораздо более полезное. А в этом видео показана работа более современных приборов. То есть у нас поверхность кристалла кальциты. И современные микроскопы могут работать с очень большой скоростью сканирования. Таким образом мы можем наблюдать какие-то химические или физические процессы в динамике. Вот в данном случае у нас кристалл кальцита. Он сколл кристалла кальцита. И на его поверхности только кальций-СО3. Но мы видим, что через какое-то время начинается рост... Так, давайте еще раз запустим. Рост некоторой пленки. Вот здесь мы видим по высоте, как она растет. Вот на каких плоскостях кристаллографических. А здесь мы видим по фазе, что фаза колебаний зонда, который сканирует все это, она меняется. То есть на кальците и на вот этой вот пленочке она разная. Это говорят о том, что у нас растет не кальцит, а какое-то новое соединение, отличающееся механическими свойствами. Ну, теперь перейдем к тому, что заявлено в лекции. Это катамарному разрешению. Вот у нас такой же кристалл кальцита, но он просканирован с разрешением. И мы видим отдельные атомы. Каким образом можно получить такое изображение? Вот когда я показал зонт, мы видели, что на самом деле он не атомарно острый. То есть, ну, тут острота не в один атом. Но на самом деле вблизи поверхности он такой немножко шероховатый. Вблизи поверхности всегда существует какой-то кластер атомов, который ближе всего находится. И всегда есть какой-то атом, ну, срок говоря, и он, конечно, но не принципиально, который ближе всего к поверхности. И вот мы подвелись к поверхности. Между зондом и поверхностью начинают действовать силы. Сначала действует сила притяжения вандервайсовские, а потом, когда конечный атом касается поверхности, начинают действовать силы отталкивания от верхней полуплоскости. Из-за того, что электронные оболочки атома зонда и атома поверхности начинают пересекаться и выталкиваться. Соответственно, смотрите, что у нас происходит. У нас крайний атом касается поверхности и начинает отталкиваться. А вот эти атомы, которые расположены близко к поверхности и чувствуют вот эту силу, но еще не отталкиваются, они притягиваются, и зонт давит на поверхность. При этом площадь контакта у нас очень маленькая. А давление у нас равно сила разделить на площадь контакта. И сила, на самом деле, очень небольшая. От одного до стана на ньютон, в зависимости от материалов, зонт, образца, среды, в которой все это происходит. И у нас либо зонт, либо образец, либо они вместе начинают немножко деформироваться. Скорее всего, упругая деформация. Поэтому у нас площадь контакта растет, сила отталкивания растет, и в какой-то момент все это уравновешивается. Но площадь контакта у нас большая, больше атомов, и мы не можем увидеть атомов в такой геометрии. Значит, нам нужно ослабить вот эти силы притяжения. И делается за счет помещения всей системы зонта-образец в жидкость, например, в воду. Молекулы воды полярные, они экранируют вот эти вот силы. Соответственно, у нас сила притяжения уменьшается, ну, становится меньше 100 пиканьютонов. В самом, в одном нано-ньютоне 1000 пиканьютонов. То есть силы очень маленькие, образец и зонт не деформируются, и у нас появляется возможность увидеть отдельные атомы. Это в жидкости. Кроме того, можно получить атомарное разрешение в вакууме, в сверхвысоком вакууме. Значит, в данном случае мы можем получить его только в полуконтактном режиме. То есть, смотрите, у нас вандервальцевское взаимодействие притяжения, потом химическое взаимодействие отталкивания, и в целом, вот как эта черная кривая выглядит. В полуконтактном режиме, за счет очень высокой точности микроскопа и высокой точности пьезосканера, мы можем подойти к поверхности, контролировать расстояние между зонтом и поверхностью вот с такой точностью, то есть меньше одного ангстрема. А мы можем работать вот на этой ветве сил, либо на этой ветве сил, и измерять силы взаимодействия между крайним атомом зонда и атомом поверхности. А если мы модифицируем зонт таким образом, что у нас на краю будет какой-то другой элемент, то есть в данном случае, в одном случае кремний, в другом случае олова, то у нас над разными элементами поверхности и с разными элементами на конце зонда вот эти вот кривые взаимодействия, они будут отличаться. Измеряя вот эти вот кривые над каждым атомом поверхности, мы можем получить не только атомарное разрешение, но мы можем идентифицировать природу этих атомов. То есть, как я уже показывал, у нас есть олова, синим цветом выделено свинец зеленым и кремний красным цветом. Все это можно сделать на самых топовых приборах. Конечно, это коммерчески очень сложно получить, нужен сверхвысокий вакуум. То есть, такие вещи не продаются, но они в некоторых лабораториях делаются. То есть, это демонстрация возможностей и технологии. Здесь другой пример. Вот у нас есть молекула пентоцена. И с помощью атомно-силового микроскопа можно увидеть не только атомы, но и связи между атомами, между ионами в молекуле. То есть, вот у нас сверхвысокий вакуум к зонду прикрепляется молекула СО. И с помощью этой молекулы, она уже выступает в качестве самого крайнего зонда, мы можем измерить вот такие взаимодействия. Также можно, на самом деле, модифицировать молекулы из эксперимента по локальной химической реакции. То есть, где с помощью напряжения, прикладываемого к зонду, между зондом и молекулой, вот эти связи разрываются и формируются каким-то образом. То есть, это уже прямо вот самая-самая нанотехнология. Также можно получить, вот, недавно было, ну, относительно недавно было получено распределение потенциала в единственные молекулы. То есть, опять же, эти опыты, они не несут практический пользу, но они демонстрируют возможности технологии, что вот с помощью этого микроскопа можно делать вот такие вот вещи. И даже если кажется, что сейчас вот это вот бесполезно, через некоторое время это может стать какой-то основой какой-то технологии, с помощью которой будут делаться какие-то нанотехнологические продукты. Ну, теперь немножко про пользу практически. То есть, вот я нашел такой старый советский плакат, чтобы больше иметь, надо больше производить. А чтобы больше производить, надо больше знать. То есть, у нас, как все построено, у нас в самой основе лежат знания. На основе этих знаний мы строим некоторые технологии. И уже с помощью этих технологий мы создаем какие-то продукты. Так вот микроскоп, вообще любой микроскоп, и в частности атомно-силовой, помогает нам получать знания. Ну, вот кроме того, что я показал, например, сейчас в продаже есть такая память для компьютера, которая называется EFRAM. То есть, есть компании, которые производят эту память, она находит ограниченное применение. Здесь принцип записи информации такой, что у нас есть сегмент электрик. И в этот сегмент электрик можно записывать домены и перезаписывать домены. И вот на этапе научных разработок, когда еще технологий нет, но она разрабатывается, вот свойства этих доменов и термодинамики, и кинетика их записи, и движения, оно изучается с помощью атомно-силового микроскопа, с помощью метода микроскопии пьезоэлектрического отклика. Ну, то есть, вот в данном случае это как раз картинка с микроскопа, вот эти домены, и вот эта характеристика домена, это петля афероэлектрическая. Либо вот у нас, например, SRAM, то есть то, что используется в компьютерах. То есть мы можем контролировать, где у нас каналопроводимости, где у нас изолятор, как распределены лигирующие элементы, то есть концентрация лигирующих элементов, их тип. Например, если у нас будет какой-то дефект, и вот между двумя дорожками будет какой-то контакт, то есть продиффундируют лигирующие элементы, у нас память не будет работать. И вот чтобы узнать, почему все это происходит, нужен как раз микроскоп, в том числе атомно-силовой. А вот здесь показан пример исследования солнечных батарейного поколения, которые еще нет в продаже, на основе Кадми Таура. Вот здесь мы видим топографию поверхности, все выглядит более-менее нормально. А вот здесь распределение тока, здесь мы видим, что есть короткое замыкание, то есть такая батарея хорошо работать не будет. Собственно, мы можем понять, почему и что произошло. А вот это другой случай, это такой же материал, но в верхнем случае он чистый, то есть Кадми Таурлур, а снизу он модифицирован хлором. И у нас эффективность нижней батареи 14%, а верхней 7%. Произошло это потому, что хлор он сегрегировал по границам зерен, вот как видно, значит, это карта токов, это локальный ток. У нас ток по границам зерен на нижнем, на эффективном элементе гораздо выше, чем на верхнем, который обладает меньшей эффективностью. То есть вот такие практические применения. В общем, на этом все. Спасибо за внимание.